Живой вода 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Где течет источник благодати Ты поднял меня, Господь, из глубокого рва Из тенистого болота и поставил на ноги, и омыл, и очистил своей святой кровью, и дал мне пить воду. По милости Твоей стал я ветвью живою, и воду жизни пью. Я с ладони Твоей твою воду пью живою. Субтитры создавал DimaTorzok Приветствую, дорогая церковь, возлюбленные братья и сестры, гости. Послание к евреям, 12 глава, стих 14. Старайтесь иметь мир со всеми людьми и святость, без которой никто не увидит Бога. Святость, без которой никто не увидит Бога. Ветхий Завет, книга Левит. Будьте святы, потому что я ваш Бог свят. Новый Завет. Апостол Петр в своем послании повторяет эти слова. Будьте святы, потому что я свят. И красной нитью проходит через всю Библию. Будьте святы. Я бы хотел сегодня поговорить о святости. О святости Божией, которую Он желает видеть в каждом из нас. Что есть святость? Что в ней главное? Кто святой? Тот, кто лучше других Библию знает. Тот, кто может свою истину обосновать, доказать. Или тот, кто больше любит. Кто же истинный святой? Знаете, один человек. Две грани. Фарисей по имени Савл. И святой по имени Павел. Один и тот же человек. Но разительная перемена. И вот фарисей по имени Савл, он говорит, я. Из коленев Вениаминова. Фарисей из фарисеев. Еврей из евреев. Я. По закону непорочный. Я непорочный. Фарисей Савл. И вот когда этот непорочный по закону. Святоша. Савл. Встретился с истинной святостью. С Иисусом. Он понял, что есть его святость. И вот тогда родился. Святой Божий Павел. В чем была разница? Фарисейская святость. Она зацикливается на себе. Святость Божия. Она на людях, на любви и на служении к ним. Дорогие братья и сестры. Самый святой Христос. Без сомнений. Вот когда святой Христос был на земле, он основную массу времени проводил среди грешников. Он шел к ним. И вы знаете, фарисеи осуждали. С кем ты общаешься? С кем ты ешь? С кем ты разговариваешь? Он шел к ним. Наша сегодняшняя святость, она обходит стороной тех, кому шел Христос. Евангелие от Луки, 15 глава. Приближались к Нему все мытые грешники. Послушайте. Абсолютная святость идет. И все грешники, они к ней идут. Когда сегодня иду святой Я, грешники с дороги убегают. Сейчас будет в ад посылать. То есть истинная святость, она идет к людям, послужить им. И к истинной святостью приближаются люди. Фарисейская святость, она к людям не пойдет. Она собой занята, освящением, в кавычках. И к фарисейской святости люди не придут. Они поймут, мы там не нужны. Фарисей Саввел, святой Павел. Многое изменилось в понятии святость за последнее время. Знаете, буквально 12-13 век, Европа. Погибало от эпидемии чумы. Вымирали целые государства. И что характерно, последние из города уходили христиане. Они хоронили больных, они их закапывали. Они сами заражались. Они уходили последними. Прошло немного времени. Не дай бог, сегодня эпидемия какая-то. Первые из города умчатся христиане, и никакой тиф их не догонит. Что-то поменялось в понятии святость в последнее время. Чем-то другим запахло. Итак, я сегодня святой фарисей Саввел, или я сегодня святой Божий Павел. Старайтесь иметь святость Божию. Без нее никто не увидит Бога. Что же такое святой? А я думаю, святой это человек, который позволяет Христу жить в нем. Святой это который не мешает Христу жить его жизнью. А что делал Христос? Служил людям. Что делал Христос? Жил для людей. И когда я позволяю Христу жить во мне его жизнью, это есть святость. Но когда во мне живет Христос, а я живу так, как я считаю нужным, это фарисейство. Святость. Давайте мы поговорим о святости Божией. Хороший гимн спел, брат, жених. Я подумал, Господи, как мы с ним попали. Я буду говорить тоже тему. Жених и невеста. Жених и невеста. Откройте откровение 19 главу. Отрывок 6 стиха. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Жених и невеста. Что желает видеть жених от своей невесты? Кто-то, может быть, служил в армии, кто-то, имея невесту, был в другом месте. И вот любой жених, он желает, чтобы, когда вернется, достать своей невесте любовь, которая была, и верность по отношению к нему. Это желание любого жениха. И когда жених приезжает после какого-то отлучки, первым делом он спрашивает родных, друзей, как моя. Сохранила ли любовь? Была ли она мне верна? И если все на месте, будет брак. Но если что-то здесь есть проблема, я думаю, брака не будет. Вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю о женихе небесном и о церкви его невесты. Христос сегодня защищает интересы Царствия Божия. Он должен прийти. Он должен прийти очень скоро. Мы с супругой были 40 дней в Европе. И мы видели, положение кричит, что последнее время. Друзья, последнее время началось с приходом Иисуса. Евреям первая глава так и написано, что Бог в последние дни говорил в Сыне. Но знаете, последнее время оно мне напоминает резинку. И вот резинка, она долго растягивается, но она все равно лопнет. И сегодня вот это настолько натянуто, что как струна уже звенит. Приход жениха слышен. Что желает видеть Христос от церкви, то есть от тебя, от меня, любви и верности. Прежде всего, любви и верности. Вы знаете, одно из имен Бога звучит так. Яхве Канна. Я Бог ревнитель. Ревнуешь тогда, когда любишь. Когда объект твоей любви что-то делает не так, тебя ревность переполняет. И вы знаете, Бог написано, до ревности любит дух, живущий в каждом из нас. Иисус говорил, что ревность по дому, она съедает меня. У православных, у католиков, у них много икон. И на всех какой-то Иисус одинаковый. Я бы хотел, чтобы была еще одна икона нарисована. Когда Христос в храме с кнутом изгоняет людей. Почему такую икону не рисует? А неплохо было бы иногда смотреть на Господа, ревнующего по дому своему. На Господа, ревнующего по духу, который живет в тебе. Любовь, верность. Вы понимаете? Потому что любовь без верности это не любовь. Что пользу, когда парень говорит девушке, что он ее любит, а имеет на стороне трех. Любовь без верности, не любовь. Другая сторона. Верность без любви. А что от нее толку? Что толку, если моя супруга мне верна, а я ей как шифонер безразличен? Если она меня не любит, что пользу от этой верности? Итак, любовь и верность. В чем выражается любовь? Друзья, любовь это не слова. Если бы любовь была слова, мы были бы самые любящие люди в мире. Любовь это даже не столько дела, сколько отношения. Прошу очень внимательно. Любовь это отношение. А наше отношение, оно красноречивее всех наших слов. И оно автоматически самовыражается. Например, зашел ты в комнату, а там тебя не любят. И, конечно, всегда, брат, дорогой, приходите. Но, знаешь, отношения, мороз, холодильник, ты понимаешь, там тебя не любят. И что бы тебе ни говорили, и как бы ни улыбались, ты понимаешь, отношение показывает, тебя там не любят. Вот понимаете, любовь это отношение. А как ты ко мне относишься, я без твоих слов увижу. И сколько бы ты это ни прятал, как шило в мешке не утаишь, все равно это отношение проявится. И поэтому он призывает, давайте любить не словом и языком, давайте любить делом и истинною. И пусть наше отношение покажет, что мы любим. В чем выражается верность? Сохранить любовь. Друзья, Бог дал нам всего две великие вещи, которые каждый обязан выполнить. Первое, великая заповедь. Возлюби Бога и ближнего. Второе, великое поручение. Иди, служи, благовествуй. Все, церковь. То, что мы должны выполнить, великую заповедь и великое поручение. И вы понимаете, тот, кто выполнил великую заповедь, тот сегодня занимается выполнением великого поручения. А тот, кто сегодня Богу не служит, благовествовать не хочет, у него проблема в отношениях с Богом. Он до сих пор еще Господа не возлюбил. У него еще первая заповедь не выполнена. Как узнать, что я люблю Бога? А как я отношусь к людям? Это показатель. Потому что отношение по горизонтали показывает отношение по вертикали. Если любишь Бога, отношение к людям будет любящим. А если ты любишь людей, созданных по образу Божию, если ты любишь людей, ради которых умер Иисус, если ты любишь людей, которых так Бог возлюбил, ты пойдешь и будешь служить. Великая заповедь, великое поручение. И вот любить Бога, это любить людей. Однозначно. И Павел нас призывает, апостол Иуда призывает в 20-21 стихе, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией. Послушайте, мы должны сохранить эту Божию любовь. Иисус однажды сказал, когда я приду, найду ли веру на земле? Найду ли эту святость моих, которую я передал апостолам? И вы понимаете, наша вера, наша святость, это то единственное, что впечатляет нашего Господа. Бога ничем не удивишь. Но написано, что один язычник-сотник удивил Иисуса своей верою. Когда Иисус пришел домой к своим, дивился их неверию. Два раза удивлялся Иисус. Один раз его впечатлила вера человека, один раз его впечатлила неверия человека. И он говорит, когда я приду, чем меня впечатлить моя церковь, моя невеста? У меня вопрос сначала к вам, дорогие братья, деды, отцы, мужи, парни. Вопрос к вам. Ваша вера впечатляет ваших женщин, ваших ближних? Если нет, поверьте, Господа тем более не впечатлит. Сестры, любимые, дорогие, жены, матери, бабушки, девушки. Ваша вера впечатляет ваших мужчин? Ваша молитвенная жизнь, ваше служение, оно впечатляет их? Если нет, вы думаете, Иисуса удивит ваша вера? Сохраняйте себя в любви Божией. Кто говорит, я люблю Бога, а по отношению к ближнему равнодушен, тот лжец. Учит апостол любви Иоанн в своем первом послании, в четвертой главе. Если ты любишь Бога, ты будешь любить людей. А если ты любишь людей, и ты видишь, что они погибают, ты не сможешь, чтобы не служить Господу, чтобы не служить этим людям. Великая заповедь, великое поручение, они взаимосвязаны, не бывает одного без второго. Не бывает. Если одно без другого, это фарисейство. Вот и все. А святость Божия, когда это идет параллельно. Любовь это отношение. И чтобы научиться любить, братья и сестры, нужно научиться прощать. Не знаю, как вы, мое мнение, что сегодня в церкви грех номер один, не прощение. Я это вижу. Я это вижу. Я вижу, когда годами люди в одной церкви не могут друг друга простить. И удивляются, почему проблемы. Внимание сюда. У кого с кем-то сегодня проблема в отношениях. Не прощение, это крючок дьявола в твоем сердце. Даже если ты прав и не простил, дьявол держит тебя на поводке. Как только у тебя хорошее настроение, он обязательно тебе покажет его. И так будет всегда, пока не простишь. Как мы сегодня прощаем. Церковь полгода молится, чтобы примирить двух братьев. Наконец-то они решились. Ладно, брат, я тебя прощаю. Но больше у нас ничего общего не будет. Знакомое прощение? Прощаю тебя, сестра. Больше ко мне не подходи. Это мы, Господи. Это грех номер один сегодня. И кто не может простить, знаете, в чем проблема? Гордость. Гордые люди не могут сказать прости. Гордость не позволяет человеку прощения просить. Гордые люди, у меня к вам есть одно известие. У вас есть сильный противник. Его зовут Бог. Потому что он гордым противится. Смиренному попросить прощения, да как будто воды попить. А что здесь такого? Что трудного для смиренного человека сказать прости меня? Да ничего. Потому что у смиренного оно я, у него не раздутая, маленькая. Вот и все. Я вам рассказывал, да, уже этот пример, может повторюсь. Я живу в Таджикистане. 92% территории нашей страны горы. И вы знаете, у нас бывают такие узкие горные тропы. Еле пройдешь. И вот когда встретились два барана, винтороги красивые, гордые, вы знаете, будет смерть обоим. Потому что никто никого не пропустит. Но когда один из двух овца, они выживают. Очень просто. Овца ложится на живот и позволяет барану пройти по своей спине. Оба живы. Кто пострадал? Гордые я? Да оно должно быть вообще мертвым. Давайте будем прощать. Иначе не сохраним любовь. Братья, сестры, дорогие. Давайте не будем прощать, как в старой русской народной сказке. Расскажу. Жили-были дед и бабка, ели кашу с молоком. У бабки не было зубов, она чавкала. На этой почве у них постоянно были конфликты. И вот снова скандал. Дед бабки ложкой. Она просит прощения, говорит, все, последний раз, никогда больше не буду. Последний раз, да. Внуки, вы свидетели. Все, прощаю. Кушают дальше. Дед на нее смотрит, не чавкает. Дальше кушают, опять не чавкает. А он ей снова ложки в лоб. Она говорит, старый, а сейчас за что? А я как вспомню, как ты чавкала, меня аж всего переворачивай. Это мы, Господи. Я прощаю эту сестру, но как вспомню, что она меня сделала, пусть она ко мне не подходит. Гордым людям, не прощающим, трудно сохранить себя в любви Божией. Трудно сохранить себя верный Господу, который простил и тебя, и меня, и всех нас. Итак, отношение к Богу, это отношение к людям. Любишь людей, любишь Бога. Прощаешь людей, прощен Господом. Мы так молимся, молитвы Отче наш. Я однажды подумал, вот мы все молимся, да, прости нам долги наши, как мы прощаем, не дай Бог. Если Бог будет прощать нас так, как прощаем мы, мне страшно становится. Давайте посмотрим Божий взгляд на тебя, на меня. Это книга Откровения, вторая и третья главы. Что говорит Христос? Ну, во-первых, все начинаются одинаково. Знаю твои дела. Брат, сестра, друг, пойми одно, Он знает все. Просто пойми сердцем, все твои дела, единственный кто, это знает Он. Может, даже ты сам их не знаешь, Он знает все. И вот одной церкви, Он говорит так, церкви Ефесской, ты молодец, у тебя есть все, но имею против тебя. Ты оставил первую любовь. Понимаешь, Бог ревнивый. Ты оставил твою первую любовь. А как узнать, оставил ли я ее? Почему? Какие характеристики? Иисус говорит им, вспомни, что у тебя было, когда пришел ко мне. Вспомни это горение, это сердце. Вспомни ли ты любовь к молитвам? Вспомни ли ты желание благовествовать? Вспомни. Держи то, что имеешь. Держи, чтобы кто не похитил венца твоего. Вспомни, что ты слышал и принял. И храни это. Давайте вспомним. Лет 15, 20 назад, 30, кто-то 5. Давайте вспомним, когда пастор преподавал крещение. Я это никогда не забуду. Каждый человек, я думаю, давал Богу обещания в день крещения. Прошло время. Ответь сам себе. Ты помнишь, что ты Богу обещал? Ты исполнил эти обещания? Хранишь ли ты себя, чтобы эти обещания исполнить? Или прошло время и все забылось? А ведь обещали Богу. И как красиво обещали. Как горели. Сохранить любовь. Эту первую любовь. Не потерял ли ты, друг, брат, сестра, эту атмосферу ожидания и жажды по Богу? Не потерял ли этого ты голода? Сделай все, чтобы эту атмосферу удержать. Дьявол хочет забрать это и сделать нас просто религиозниками. И вот знаете, там, где мертвая религия, люди больше смотрят на часы, чем на проповедника. Однозначно. Иоанна 7,37 слова Иисуса Христа. Кто жаждет, тот иди ко мне и пей. Это ключевой стих к пониманию того, почему в одной и той же церкви одни люди растут, а другие нет. Все дело вот в этой жажде по Богу. Кто жаждет, иди ко мне и пей. И для каждого собрания Иисус говорит, кто жаждет, не уйдет сегодня разочарованный. Кто имеет голод по мне, сегодня будет насыщен. Сегодня возьмет для себя. Давайте посмотрим жажду Давида. Господи, одного прошу, одного ищу, быть с Тобою. Твою красоту смотреть, быть в доме Твоем. У Давида потрясающий голод по Богу. Другой псалом. Господи, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя от ранней зари ищу я. Вы знаете, Бог сегодня ищет жаждущих людей. Как тогда и сегодня Он таких ищет? Вы помните притчу о сеятеле семя? Лука 8 глава. Почему одно семя дает, пскот другое не дает? Так проблема не в семени, проблема в почве. Слово сегодня сеется, и одни принимают, другие нет. Проблема не в слове, проблема в Твоем сердце. Вот жаждущая, знаешь, вот потрескавшая земля, она вымаливает дождь, она ждет его, она его впитывает. И когда есть такие сердца, так прекрасно. Посмотри на себя, как ты слушаешь. Вспомни, как ты шел на собрание раньше. Как ты всю неделю учила наизусть стишок, чтобы выйти и прочитать его. А как сегодня? За пять минут написал, хочу Господа прославить и листаешь. Так, что же мне сегодня прочитать? Что произошло? Вспомни, как этот гимн репетировали неделями, чтобы исполнить его. А сегодня, а что я все знаю? Не потерял ли ты эту жажду? Я никогда не хочу потерять эту жажду. На каждом собрании я хочу быть первым, кому обращается Бог. Я хочу быть более жаждущим, чем все остальные. И я думаю, это нормальное желание. Наблюдай за собою. Наблюдайте, как вы слушаете. Не потеряли ли вы то, что было когда-то, что было в начале? Где твое возбуждение? Где радость? Где жизнь? Дорогие мои, Бог ищет сегодня тех людей, которые принимают от Него все, что Он говорит, а не только то, что они хотят слушать. Повторяю, Богу нужны люди, которые принимают от Него все, что Он говорит, а не только то, что им охота слушать, а не только то, что им нравится. Если ты действительно жаждешь Бога, ты знаешь, отсюда это можно увидеть на твоем лице. Есть лица, на которые смотришь, счастливым встаешь. Вот такие глаза, желания, человек ожидает. Есть другие лица? Такая маска религиозная. Все, все собрание вот такое, потом сняли и начали жить, как живем. Страшно. Жажда и голод по Богу позволят тебе быть в центре того, что делает Бог в церкви. Ты всегда будешь в центре всего этого, если у тебя это жажда и голод по Богу сохранились. Не оставил ли ты первую любовь, брат, сестра? Не оставил ли ты? В другой церкви он говорит, знаешь, что самое страшное в любви? В отношениях между мужем и женой только любовь превращается в привычку, это конец браку. В отношениях с Богом, когда любовь превращается в привычку, но воскресенье куда идти? На служение? Это конец отношения. Знаю твои дела. В другой церкви он говорит, вообще страшно. Послушайте, 3 глава, 1 стих. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Страшный приговор от Бога. Есть форма и нету никакого содержания. Только слова. Вид благочестия, имеющий силы его отрекшиеся. Я это говорю везде и буду говорить. Я благодарен Богу, что он мне это подарил. Я не мог понять, почему христиане, рожденные свыше, рано утром могут спать до последнего и бежать на собрание, не помолившись, не пообщавшись с Богом. Почему, Господи? Ну почему так не мог понять? И Бог мне это открыл. Вот было время, недавно, в том году, я не знал Николая Константиновича. И вот представьте, мы друг друга не знаем. И вот мы в маркете, в Магеллане мимо друг друга проходим. О чем нам говорить, мы незнакомцы? Не о чем. Прошли мимо. Потом однажды я был у вас в церкви, я познакомился. И если потом мы встретимся, уже пройти мимо некрасиво, нельзя. Нужно остановиться, поговорить. Но много говорить не о чем. Знакомство это было коротеньким. Так, минуты 3-4-5. Потом мы еще встретились, еще встретились, обменялись телефоном, и при каждой встрече уже есть о чем говорить. А потом друзья стали, потом он ко мне в гости, я к ним в гости. Я говорю, как может быть. И понимаете, когда друзья, общение часами. Внимание сюда, христиане. Почему по утрам не молятся люди? Скажу одно. О чем говорить с незнакомцем? О чем говорить с Иисусом, про которого ты все знаешь, но которого не знаешь лично. О чем? Не о чем. Вот встал, позавтраку, умылся и в собрание пошел. Нормально. Не обижайся на меня, я сам был такой. Ты скажешь, я не помолился, но все равно я его знаю. Как? Пройти мимо Бога, не поздоровавшись? Это верх наглости. Но слава Богу, есть такие, которые молятся. Господи, благослови эту пищу и этот день. Аминь. Уже неплохо. Когда-то у них было такое знакомство, наверное, в день покаяния. Коротенько. Но о чем говорить больше? Не о чем. Но есть немного жаждущих, которые могут часами с Богом общаться. Друзьям есть о чем поговорить. И вот твое отношение к Богу показывает, насколько ты его знаешь, по твоим молитвам. Твое общение с Богом это лакмусовая бумага, что ты знаешь Бога. То, что мы знаем о нем, это проблем нет, сегодня все знают. Знаете, древние богословы говорили, раньше христиане мало знали, много понимали. Потом христиане стали больше знать, меньше понимать. Сегодня христиане все знают, ничего не понимают. Результат. Потеряли отношение с Богом. Как у меня. Друзья мои, вот телефон, я всегда это показываю. Если он не заряженный, толки есть от него? Если у меня тяжелая ситуация, а у меня телефон не заряженный, кто мне поможет? Если христианин утром не заряжается, как ты можешь в течение дня быть на связи с Богом? вид благочестия имеющий, форма, а внутри пусто, отреклись силой. А с другой стороны, как общаться с незнакомцем? Как служить Богу, которого ты не знаешь лично, но про которого знаешь? Ну вот так вот. Вот как служишь, как молишься, как живешь, настолько ты его знаешь. Ничуть не больше. Сто процентов. А теперь ответь сам себе. Насколько ты знаешь твоего Господа? В другой церкви он говорит, знаю твои дела. Ты не холодный, не горячий, ты теплый. Что есть теплота? Теплота в христианстве это спящие христиане, литургический сон или литургический сон, не знаю как правильно. Вот ты знаешь, человек уснул и спит год, два, три. Можно его назвать мертвым? Нет, но сердце же бьется. Можно его назвать живым? А что он делает? Его даже кормить надо. Вроде бы не мертвый, в церковь ходит. Но что он делает для Господа? Ни живой, ни мертвый. Живой труп. Интересное определение, да? И однажды я сказал так, лучше живая смерть для Бога, чем мертвая жизнь для себя. Аминь. Теплота это равнодушие. Вот для меня самый дорогой момент церкви, когда люди выходят на покаяние. Знаете, я уже видал их тысячи, я не могу привыкнуть. Я плачу. А есть люди, сидя спокойно смотрят, так, этот пошел. Интересно, насколько этого покаяния хватит, а? Знаешь, такой скептик сидит. Равнодушие. Что церковь делает? Посты, церковные молитвы, и у него своя жизнь. Равнодушие. Чем страшна теплота? Теплота это самоудовлетворение. Каяться нужно им. Я богат, я разбогател, я ни в чем не нуждаюсь, у меня и внутри хорошо. И самое страшное, теплота, это нежелание изменить ситуацию. И вот таким Иисус говорит, да лучше бы ты был вообще холодный. Я раньше не понимал, как так, Господи? Ну, 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 теплый он хоть в церкви, а холодный же вне церкви. Почему это лучше? А потому, что холодный понимает, в ад идет, покаяться надо. А теплый считает, что каяться не надо, все нормально. Вот почему страшно быть теплым. Но есть другая церковь. И вот то, что сказал он ей, мой девиз последних четырех месяцев. Он сказал в Феатирской церкви, 2.19, знаю твои дела, любовь, служение, веру, терпение, и чтоб последние твои дела больше, нежели первые. У меня к тебе вопрос. Каковы твои последние дела? Ты сегодня молишься больше, чем раньше? Ты сегодня Богу служишь больше, чем раньше? Если так, идешь вверх, в небо. Если у тебя только есть, что вспомнить раньше было, а сегодня вспомнить нечего, понятно, куда идем? Вниз. И не надо бряться медалями. Я раньше. Что ты сейчас? Твои последние дела больше, чем первые, или нет? Это важный вопрос. Это важный вопрос. И понимаете, везде есть параллель. Великая заповедь и великое поручение. Иисус дал нам приказ, идите. Говорите, благовествуйте. У меня вопрос. Как, если на войне солдат не исполняют приказ главнокомандующего, или трибунал, или штрафбат? Мы христиане люди немирные. Мы всегда на духовной войне. Брань идет в духовном мире. Как ты исполняешь приказ главнокомандующего? Знаете, на каждой девятой мая показывают фильмы о войне. И вот я в этом году смотрел, и я плакал. Когда коммунисты с криком за родину, за Сталина, обматывались гранатами, прыгали по танке, я подумал, а много сегодня христиан с кричем в сердце во имя Иисуса готовы пожертвовать своей жизнью. И меня по телу холодок пробежал. Потому что немного. И я подумал, неужели идеология КПСС сильнее Евангелия? Неужели их политруки сильнее, чем наши проповедники? Почему они за свою идею не задумываются о товаре жизни, а мы за нашу великую идею задумываемся? Интересный вопрос. Сохранил ли ты первую любовь? Остаешься ли ты верным твоему Господу? Каковы мои последние дела? Когда последний раз о Христе благовествовало? К нам приехали две старенькие американки, бабушкам по 85 лет. И она говорит, сынок, у меня дома такая надпись висит. Жизнь коротка, она скоро закончится. Останется только то, что сделано для Бога. Повторяю. Машины, дачи, дома, счета в банках, земля и все дела на ней сгорят, наши дела пойдут вслед за нами. Останется только то, что сделано для Бога. Каковы твои последние дела для твоего Господа? Блажение давать, нежели принимать. Фарисейство это эгоизм, это спасение себя и своей семьи. Святость это спасение погибающего мира. Кто я сегодня? Фарисей или святой? Дорогие друзья, детская история, я читал, плакал. Послушайте, идет человек по улице, смотрит, пес лежит с поломанной лапой, весь облезший, в болячках от голода умирает. Он его принес домой, позвал фельдшера, ветеринара, вставили лапку, сделали укол, он его стал кормить, поить. Три месяца прошло, наш пес выздоровел, лапка стала нормальная, шерсть появилась, толстенький, глаза загорелись. Слава Богу. И когда он открыл дверь первый раз, пес выбежал и умчался. Он его кричал, тузик, тузик, какой там? Тузика не видать. И знаешь, такая обида в сердце, ну что взять, собака, неблагодарная тварь. Через три дня он утром слышит, что эта дверь корябает. Открывает дверь, знаешь, кого увидел? Тузика. Внимание сюда. А рядом с ним еще один, с больной лапой, облезший, голодный, голодный. Я плакал. Глупая собака поняла, в этом доме любят, в этом доме кормят, в этом доме исцеляют, в этот дом нужно везти всех. Умный человек еще не понял, что в этом доме Бог исцеляет, любит, кормит, поит, сюда нужно везти всех. Животный мир преподает уроки мудрому человечеству. Дай Бог нам эти уроки брать, дай Бог нам эти уроки принимать, девиз апостола Павла римлянам первая глава 14, 15, 16 стих Я должен всем елином, варварам, мудрецам, невеждам. Я готов благовествовать. Я не стыжусь благовествованием Христова. Оно есть сила Божия. Я должен, я готов, я не стыжусь. Мы все должны, мы это знаем. Почему многие не готовы? Скажу, мы же стыдимся. А Иисус говорит, кто меня стыдится в этом веке прелюбодейном, я когда приду, я тоже постыжусь. Но кто меня исповедует, того я исповедую перед моим небесным отцом. Я должен, я готов, я не стыжусь. Друзья, Дух Святой живет в нас. Его образ жизни спасение людей. И когда ты связываешь ему руки, Дух Святой огорчается, оскорбляется, угошается. А оскорбленный Дух Святой в лучшем случае молчит, в худшем случае поворачивается и уходит. А когда уходит Дух Святой, уходит жизнь. Потому что Дух Святой и жизнь вечна, это слова, синонимы. Одно из имен Святого Духа это вечная жизнь. Почему я имею вечную жизнь? Потому что во мне живет Дух Святой. Только Он ушел и жизнь не вечна. Нету, друзья мои дорогие. Итак, кто не благовествует, тот грешник. На основании Писания говорю. Якова 4 глава 17 стих. Кто разумеет делать добро и не делает, тому? Скажите, благовестие добро? Мы это понимаем? Вот то это не делает, тот грешник. Просто. На меня не обижайся, Слово Божие так говорит. Моя цель цитировать Слово Божие. Ничего от себя. У меня вопросы перед молитвой. Сохранил ли ты верность Господу? Помнишь ли ты обещания, которые давал в день крещения? А исполняешь ты их? А не остыл ты? А не потерял ли эту жажду? Каковы твои последние дела? Они больше, чем первые. Горит ли там огонь любви? Вы знаете, римлянам в 12 главе просто призывает нас, Павел, послушайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. И в Левите то же самое написано. Огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает. Пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Непрестанно там сегодня тлеет или угасло все. Должно гореть. Должно гореть. Твоя вера должна впечатлить Христа. Твоя святость должна его впечатлить. А он скоро придет. Друзья, я вам рассказывал историю с книги Иова. Когда перед Богом пришли все ангелы, дьявол пришел. Этот клеветник стал клеветать. И когда он говорил Господь, они вроде бы твои. Но ты знаешь, многие из них по идее мои. Вот смотри, ты же видишь, он не молится годами. Ты посмотри, ты же видишь, он забыл, когда Библию последний раз читал. Ты посмотри, вон та, она забыла, когда о Христе говорила последний раз. Ты посмотри. И знаете, я думаю, Иисус покраснел от стыда за христианство некоторых из нас. Но потом сказал, ну-ка замолчи. А вон того, видишь, Иов, муж богобоязненный, справедливый, непорочный, удаляющийся от зла. И Господь стал хвалиться Иовом. Друг, брат, сестра, кто сейчас будет хвалиться твоим христианством и кто сейчас покраснеет за твое христианство. Ответь это сам себе. Это важные вопросы. Господь может прийти сегодня. И знаете, в притче о девах написано, что все дремали. Но кое-кто все-таки не потерял эту любовь и верность. Их было пять. Другие пять, они думали, что у них все хорошо. Одни только имя имели, другие были теплые, они остались вне дверей. Святые Божьи, как они служили. Вы, наверное, помните, как Павел говорит, меня и палками били, и камнями, и топили, и всю жизнь гнали, а я славлю Бога за то, что я счастлив. Мы сегодня говорим, жизнь тяжелая. Мы там в Азии говорим, жизнь тяжелая. Сегодня вот Сережа и Надя, Бессараб, те, которых отца расстреляли, обои здесь. Мы думаем, жизнь тяжелая, но когда мы прочитали, что пережил Павел, мы поняли, у нас не тяжелая жизнь. Мы сами стали тяжелые. Друзья мои, братья и сестры, впечатляет ли твоя вера тех, кто рядом с тобой? Впечатляет ли твое служение, твоя молитвенная жизнь, твоих домашних, твоих друзей? Если нет, она Господа не впечатлит никогда. И есть время поправить свои светильники. Мы сейчас будем молиться. И я хочу одно сказать. Я сейчас не призываю молиться всех, потому что я понял, это, в общем-то, не имеет результата. Я сейчас призываю на молитву, вот сюда, на молитву покаяния, посвящения, только тех, кто реально что-то хочет в своей жизни изменить. Только тех, которые хотят впечатлить Господа жизнью, святостью. Только те, которые поняли, Господь, возожги светильник, не хочу остаться в стороне. Вот только этих людей, только их я призываю. Кто хочет что-то в своей жизни поменять, я призываю тех, кто еще никогда не посвящал свою жизнь Иисусу Христу. Кто ходит в церковь и никогда не каялся, посмотри на меня. Меня, бывшего негодяя, наркомана, преступника, Бог в тюрьме нашел. 15 лет и другой человек. Если он таких негодных лепит мужей своих, иди к нему. Он из тебя сделает великое. Ты будешь благословением для многих людей. Я тебя умоляю, не иди в ад. Иисус пришел с неба, чтобы тебя туда взять. Приходи к Иисусу, прости прощения, посвящай Ему свою жизнь. Господь сегодня здесь. А может, ты во грехе живешь и никто не знает. Я тебе обещаю, пока не освободишься, ты ничего не увидишь от Господа благословенного в этой жизни. Ты будешь спасен как бы из огня, может быть, но ты столько потеряешь, что Господь для тебя приготовил. Давайте встанем, братья и сестры. Я запою гимн. Поддерживайте гимн. Если во время пения что-то Господь тебе сказал, все послания Иисус закончил так, побеждающий получит. Кто побеждает себя, свою гордость, свою лень, свое нерадение, кто идет ко мне, получит. Кто имеет уши, тот услышит, что Дух Святой сегодня говорил Церкви Божией каждому из нас. Если ты что-то услышал, откликайся на зов Иисуса. Он тебя зовет. Если у тебя есть желание поменять, эту теплоту разрушить, гореть для Бога, как в прежние дни, сегодня здесь Дух Святой, чтобы твою молитву принять. Может, ты скажешь, я помолюсь с места? Молись. Бог все слышит. Дьявол глухой. И пока Он не услышит твое свидетельство, Он имеет право дальше издеваться над тобою. Приходи к Иисусу, Который здесь, чтобы сделать великое в тебе и через тебя. Прости меня, Боже, Прости Я молю Прости Что так поздно К тебе Прихожу Прости Что я раньше Тебя Не познав Дорогая церковь, хочу объяснить, что сейчас происходит. Пожалуйста, не думай в своем сердце, что сюда выходят самые грешные люди. Нет. Ты слышал, кого я призывал сегодня? Только тех, кто хочет что-то изменить в своей жизни, чтобы встречать Господа с открытым лицом, с распростертыми руками. И дух и невеста говорит «Гляди, Господи!» Вот так невеста ждет жениха, когда она сохранила любовь, когда она сохранила верность. Иисус сегодня ждет тебя. Иисус сегодня зовет тебя. Иди к твоему Господу. Побеждай себя. Свою лень, свою гордость, нерадение. Иисус, когда шел со крестом, Он не шел за каулками, чтобы его никто не видел. Он шел на глазах у всех. Святой шел на глазах у грешников за наши грехи. Мы, грешные, стесняемся перед лицей Господа. И вот я в молитве стою пред Тобой, веди меня, Боже, своею рукой. Я всю свою жизнь посвящаю тебе. И только не дай мне погибнуть в борьбе. Я всю свою жизнь посвящаю тебе. И только не дай мне погибнуть в борьбе. Посвяти всю свою жизнь Иисуса. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всей крепостью, всем разумением своим и ближнего твоего. Может, у кого-то сегодня есть грех непрощения. Может, с кем-то у тебя нету мира. Я тебя призываю разрушай ермо дьявола. Не дай ему издеваться над тобою. Освобождайся. Иисус сегодня здесь. настоящая Украина. Если есть Исаи, которым Господь, вот я, пошли меня, приходи, чтобы Бог тебя благословил. Сейчас пастора будут молиться. Пастора будут молиться о прощении, о благословении, о том, чтобы святинник любви возгорелся, о том, чтобы верными мы остались, но перед молитвой. Историю, которую я не имею права промолчать, друзья. Я проповедую в тюрьме. Ко мне подходит человек и говорит, брат Сергей, ты однажды проповедовал в одной церкви, я был на свободе. Люди выходили и каялись. Ты знаешь, я тоже хотел выйти, но что-то меня удержало. Я сегодня понял, это не что-то, это был кто-то. Дьявол меня удержал. Через мою гордость. Брат Сергей, ты знаешь, я сидел, в скамейку вцепился, и я сказал, если ты еще раз позовешь сейчас, я выйду. А вы стали молиться, и я не вышел. И вот я в тюрьме, мне дали 17 лет. Если бы я тогда вышел, моя жизнь была другая. Брат Сергей, перед тем, как будут молиться пастора над теми, кто покаяться, вышел, расскажи мою историю. Может, есть собрание и человек, который хочет выйти, но что-то его держит. Скажи ему, это не что-то, это кто-то. Это тот, который хочет твою жизнь изломать. Пусть они обо мне вспомнят и выходят. Выходят к Господу. Если есть такая душа, не дайте место дьяволу. Выходите к Иисусу. Выходите к Иисусу. Он сегодня призывает. Он говорит, придите ко мне все. И я обещаю Тебя прославлять и словом и делом Тебя восхвалять. Чтоб люди увидели свет Твой во мне И светом влеком мы шли все к Тебе, Чтоб люди увидели свет Твой во мне, И светом влеком мы шли все к Тебе. Сейчас будут молиться пастора. У меня просьба к тем, кто сегодня первый раз вышел на молитву покаяния. После молитвы, после собрания не уходите. Пожалуйста, останьтесь. Дорогие друзья, будет молиться Сергей, он рукоположенный служитель. Нет, еще нет. Нет, да, еще нет. Он имеющий от Бога такое помазание, проповедник. А пастора просто будут воздевать руки пред Господом. Есть те, которые первый раз вышли, которые никогда еще не молились, но при такой массе все не смогут помолиться вслух. Поэтому помолится Сергей, а мы будем воздевать руки пред Господом, чтобы Бог благословил каждого из вас. и после богослужения, ну, просьба, чтобы зашли в розовую комнату, в особенности мы просим, кто первый раз, кто первый раз вышел сегодня. Итак, будем молиться, Сергей будет молиться. Боже, 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 славяны и вовеки. Любим Тебя, Иисус, славим Тебя. Ждем Тебя, Господь. Церковь Твоя невеста ждет Тебя, небесный жених. Господи, весон чистый и белый облики нас в Твою святость, Боже, не в нашу, которая запачканная одежда, в Твою святость, Твою праведность. Дух Святой, наполни каждое сердце, чтобы наша вера, она впечатляла Тебя, Иисус, и тех, кто вокруг нас. Дай нам любить Тебя, Господи, всем сердцем. Научи любить людей. Научи прощать Господь. И научи. Пошли жажду служить Господи. Благодарю за каждого, кто откликнулся. За этих победителей, Господи. И я знаю, что уповающие на Тебя никогда не останутся в стыде. Господь, прости, освети, наполни Духом Святым. Зажги светильник, чтобы он горел, Господи. Чтобы он никогда не угасал. Прошу Тебя за тех, кто сегодня впервые стоит пред Тобою. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты принимаешь всех. Спасибо Тебе за то, что Ты сейчас прощаешь их грехи. Благодаря крови Твоей, пролитой на Голгофе. Благодарю Тебя за то, что сейчас Дух Святой входит в их сердца, и они получают Твою жизнь, Господи. Благодарю Тебя, Господь, за то, что сейчас все встанут с колен и с новой силой, обновленные в любви, будут иметь жажду сохранить Тебе верность. Благослови Церковь Твою. Я умоляю Дух Святой, чтобы не было ни одного, кто вышел просто, но чтобы это было. Жажда по Тебе. Дай нам, Господи, быть верными до смерти, чтобы каждый из нас мог, как Павел сказать, веру сохранил, течение служения совершил, а теперь готовится мне венец правды, который приготовил Господь не только мне, но и всем любящим Его. Слава Тебе, Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...